Сегодня у нас в гараже появились новые замечательные комплекты. Я вам рад сообщить, что сегодня мы прикупим новый комплектик на мой аккаунт. А перед началом данного интереснейшего ролика я бы вам хотел посоветовать поучаствовать в конкурсе от царя. Здесь вы сможете выиграть боевой пропуск, а также большое количество контейнеров. Всё, что вам нужно сделать, это сделать репост данной записи, а также подписаться на мой ютуб канал и на канал царя. Итоги данного конкурса будут проведены 25 февраля в прямом эфире на моём канале. Вы всё сделали? Точно? Тогда желаю вам приятного просмотра. Всем привет, ребят, с вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас в гараже появились новые замечательные комплекты. Я вам рад сообщить, что сегодня мы прикупим новый комплектик на мой аккаунт, на котором мы сейчас, к слову, набиваем звёзды на моего пятого воронта. Уже пятый воронт, скоро уже данная званочка уже будет младший лейтенант. Быстренько у нас всё эти дела образовываются, получаются, нагибаются. Поэтому сегодня мы прикупим данный комплектик. Комплект называется именно-таки Торнадо. Хорната рельса у нас сегодня вот такая вот появляется. Я хотел на данный аккаунт покупать немножечко-таки другой комплектик, но всё же, всё же. Я всё равно знал, что данный комплект мне придётся покупать, потому что я набиваю звёзды. Уже семьсоточка, к слову, у нас набита. И будет у нас такой вот скин Хорната рельсы. И понятное дело, что надо будет покупать рельсу, надо будет покупать хорёчек. А если всё это дело делать отдельно, то, конечно, это выйдет намного-таки дороже. При том, что сейчас скидка на данный комплекс 65%. Это реально хорошие цифры. Ну, конечно, там искра 200к стоит, но если всё приумножить, посчитать, то, в принципе, где-то около этого и выйдет. Где-то 50% скидки у нас и есть на данный комплектик. Поэтому сегодня мы его покупаем, вместе с вами его, конечно же, тестируем. Если вы, ребят, желаете, чтобы данный комплект я прокачал на М3 вооружение, то есть быстренько, аппетитненько, нагибаторски взял, хоп, сделал, прокачал, протестил для вас уже М3. То есть сегодня М2, мы сделаем М3, прокачаем, если у нас наберётся под этим видеороликом 150 лайков. Небольшие цифры, 150 лайков набираем, и сразу я прокачиваю данное вооружение, и мы записываем новый ролик и тестируем уже данное вооружение именно-таки в М3 модификации. Ну, а сейчас посмотрим вообще, на что способно данное вооружение. Хотелось бы рассказать вообще, какое бы устройство желательно было бы сюда прикупить. И я думаю, что в следующем ролике, который я буду записывать уже на своей Hornet рельсе, которая будет, я думаю, что уже прокачена, мы прикупим также определённое новое устройство, либо же оно уже будет здесь куплено. В общем, узнаем совсем скоро, потому что, ну, на стримах мы бьём данные звёзды, кто-то следит за моей деятельностью на данном аккаунте, кто-то вообще не знает, что такое аккаунт у нас имеется. Поэтому, ребят, если вы хотите быть в курсе всех событий, приходите на стримы. Каждый день у нас они проходят в 22 по МСК, там у нас и разыгрывается много всяких интересных призов. Ну, а также вы можете вместе со мной набивать данные звёзды на данном аккаунте. К слову, мне ещё осталось на данном аккаунте набить 1300 звёзд. Прямочка у нас заканчивается через 5 дней, а это значит, что, в принципе, у нас должно хватить времени, дабы набить данные звёзды. Ну, если же не получится, то всё равно у нас там ещё дополнительные дни будут. И рано или поздно мы всё равно всё это дело, конечно же, с вами сделаем. Получим новый скин Легаси, получим Харёк ХТ, и будет данный аккаунт, я думаю, что в дальнейшем так же процветать. Там уже и не за горами второй челлендж, где мы будем брать уже рельс, именно-таки Харёк Легаси. Ну, а что я могу сказать по данной рельсе, здесь, наверное-таки, ей было бы жизненно необходимо приобрести какое-то устройство. Я думаю, что даже, скорее всего, именно-таки на мультах больше имело бы смысл быть именно-таки устройство, не которое я вам рекомендовал, именно-таки дестабилизация снаряда, а здесь бы, я думаю, что можно было бы прикупить именно-таки крупнокалиберные снаряды и на них спокойненько нагибать, потому что данной рельсе надо больше урона. Ну, а что касаемо дестабилизации снаряда, там не всё настолько стабильно, хотя, в принципе, можно рискнуть, можно попробовать. Рано или поздно, в принципе, он всё равно нагибает. Ух ты, ё-моё, в 0.5 падаю. Надо бы, конечно, поставить. Надо, конечно, поставить. Но и, безусловно, ребят, надо не забывать, что этот комплект пока у нас прокачан только на М2. То есть, условно, когда здесь рельса будет выкачана уже на М3, безусловно, я думаю, что мы всё это дело будем качать вместе, мы не будем качать, условно, сейчас пушку без прокачки именно-таки своего корпуса, при том, что это хорната рельса, всё же, и хорната рельса это суперское нагибаторское вооружение, которое я просто обожаю, и, безусловно, мы будем на ней играть, и я думаю, что в дальнейшем на данном аккаунте, может быть, даже мы продолжим просто набивать данные звёзды, именно-таки на данном вооружении, хотя в какой-то степени на нём не так комфортно играть, как я мог бы, например, играть на том же громе, либо же на своём фризе, но в дальнейшем, я думаю, что всё это дело мы с вами порешаем в какой-то степени, если получится быстро выкачать именно-таки данное вооружение, если будет от вас хорошая активность, именно-таки мы быстро всё это дело выкачим, и тогда я уже точно железно буду играть только на данном вооружении, ну, потому что хорната рельса М3 на таком звании, ну, это просто, я думаю, неистовый нагиб, при том, что мы ещё дополнительно прикупим устройство, ну, и, возможно-таки, так, в скором я ещё и прикуплю дрон-бустер, дабы вообще этот нагиб на рельсе был бы намного-таки, намного-таки эффективнее, и в этом плане у нас всё получалось довольно-таки круто. Три с половиной минуты у нас остаётся до конца данной каточки, давайте попытаемся, может быть, что-то сделать, понятное дело, что я играю на супер-мега-крутейшей хорната рельсе, при том, что против играет у нас, к слову, 9 игроков, вот именно-таки за такие моменты я обожаю матчмейкинг, очень круто функционирует у нас игра, и когда против находится на один игрок, именно-таки больше в составе, то у меня возникает вопрос, как можно сделать механизм так, что в итоге против тебя играет на одного игрока именно-таки больше. И при всём этом раскладе за столь долгое время до сих пор не пофиксен данный баг. Так вот, у меня вот возникает такой вот вопрос, ну как вот, как это можно сделать так, чтобы баги работали и, как будто их никто не видит, я вот не понимаю, как будто никто не обращает внимания на то, что они имеются, и то, что вот именно-таки данный баг, я уверен, что на 100% видели разработчики игры, ознакомливались с ним, но почему-то до сих пор его никто не исправил, и до сих пор у нас в игре такой вот имеется. Что касаемо моей хоринаторельсе, то я вам могу сказать так. Я не знаю, серьёзно, будет ли настолько жёстко нагибать данное вооружение в М3 прокачке, но я могу сказать, что именно-таки в М2 модификации имеются определённого рода какие-то вот проблемы. Ну так, сходу я вам могу сказать, то что урон вылетает, ну мягко говоря, не такой вот хороший, как бы хотелось бы видеть. Вообще, в принципе, хотя, если сравнивать условно данную рельсу, например, с тем же Громом М1, то в какой-то степени, я думаю, что всё равно рельса будет намного-таки полезнее. Тут можно и как бы и сквозную отличную выдать, и попасть с большим именно-таки уроном, то есть на расстоянии-то у нас урон не падает. В этом случае вы будете именно-таки в плюсе, и у вас не будет никаких определённых проблем, но как можно тянуть вообще, в принципе, матчмейкинг, когда за твою команду 4 игрока, а против 9, просто 9. И вот что ты можешь сделать в таком матчмейкинге? Вот просто объясните. У меня УП 0.50, 6 килов каким-то магическим образом я сделал, противник уже сидит у нас на респе, спокойненько себя, вальяжненько чувствует, при том, что их 9 человек, а нас вообще 4. Круто, круто. Обожаю матчмейкинг, обожаю, когда такие ситуации происходят, и именно-таки вот на такой вот ролик попалась такая вот ситуация, и во всей красе вы можете увидеть, как у нас работает матчмейкинг. Я уже даже не говорю о том, что 5-й Уоррент играет, типа, с 5-м, именно-таки Уоррент-офицером, вернее, 5-й Уоррент-офицер играет с майорами. Тут чуть было я не сказал, именно-таки Уоррент с Уоррентом играет, но тут это вообще печально бы звучало от меня. Я не говорю уже про эти моменты, которые происходят у нас в матчмейкинге, потому что, ну, это уже привычно мне видеть, то есть майор, который может иметь спокойное М3 вооружение, я могу играть там на условном М1, выкачанном на М2, а кто-то может кататься именно-таки вообще на простом М1 вооружении и играть против условных М3 пацанов-нагибаторов. Ну, я про это вообще, в принципе, как бы говорить не буду, здесь всё понятно, но свои 6 звёзд даже с такой катки я зарабатываю. И вот такой вот ролик у нас, в общем, получается. То есть, делаем всё просто, ребят. Поддерживаем данный ролик. Так, набираются у нас лайкосики, прокачиваем данное вооружение. Я думаю, что вам было бы интересно вообще видеть данный аккаунт именно-таки на данном вооружении. Возможно-таки это перерастёт в какую-то определённую рубрику. Возможно, мы продолжим вообще здесь играть на данной хоре рельсы, потому что в скором будущем именно-таки у нас будет Легаси, Рельса и Хорюк ХТ. Ну, в дальнейшем, как бы, там и всё будет Легаси. И можем на данном вооружении вообще, в принципе, прокачивать наш замечательный данный аккаунт. Всё зависит только и только от вас. У меня на этом всё, ребят. Обязательно ставьте лайк данному ролику, подписывайтесь на канал, если вы ещё не подписаны. С вами был мистер Ванька. Всем удачи и всем пока. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова